Всем первенам хайп! У всех программистов разные пути, как они дохотились до жизни такой. А сегодня поговорим конкретно о моем пути. Как же я дохотился до жизни такой, почему IT, ну и в целом про мой путь. Это видео будет длинным, но я его, скорее всего, разобью на несколько видосов. Итак, первый видос это будет о том, почему IT и IT, потому что мне всегда привлекало IT, программирование, там, фильмы про хакеров, меня эта тема до жути привлекала, плюс я был силен в математике, ну и так совпало. И второй аспект, который меня тоже сильно привлекал, то, что в IT можно очень легко перейти из работы на кого-то в работу на себя и увеличить свои доходы в действительно сотни тысяч раз. Это действительно реально. Поэтому IT. Началось все это пять лет назад. Один дизайнер мне посоветовал тренажер от HTML Academy. Бесплатно еще там проходил, проходил. Потом бесплатно, это было вообще непонятно, потом, вот, уже основательно я начал заниматься этим в августе, в конце августа 2021 года. Начал с этим всем разбираться, купил подписку на эти тренажеры, за месяц или два их все полностью прошел. И сразу же практически начал брать заказы на фрилансе. И работал я в таком формате учеба в HTML Academy, там проучился очень долго, больше года. И там работа. Работал я на фрилансе, и уже в декабре 2021 года мне поступило предложение на позицию фронтендера в... И проект менеджера, кстати, на секундочку. В одну IT-компанию, типа, диджитал-агентство. Мы так работали до февраля, точнее, нет, не до февраля, я здесь до марта, до 3 марта. 3 марта мы официально закончили работу. Крутая была работа, крутой опыт. Помню, как-то раз мы обычно работали онлайн, а тут собрались офлайн на неделю. Мы так работали, не просыхая, что мы очень много всего сделали. После же всей этой ситуации с Украиной я уехал в Швейцарию. Здесь я долго, очень долгое время работал практически на фрилансе. Это были, понятное дело, смешные деньги, особенно для Швейцарии. Я продолжал учиться в HTML Academy, потому что сам изучал. И, на самом деле, поскольку я работал для себя, я работал только для того, чтобы там у меня были деньги, набухло прочее веселье. И вот к тому моменту уже, где так, июлю, вся эта мотивация подугасла, было тяжело работать. Потому что, на самом деле, мотивация, типа, просто одному жить красиво, это круто, безусловно. Но на ней далеко не уедешь. Говорю вам по собственному опыту. Но, но, через два дня, по собственному дня рождения, в июле, 23 июля, я встретил самую великолепную девушку во всей вселенной. Самую красивую, заботливую, нежную, вообще просто идеал. И вот, благодаря ней, наверное, я и продолжил двигаться дальше. Она меня мотивирует, поддерживает постоянно. Она просто прелесть, спасибо тебе. И вот, затем я уже в августе устроился на новую работу в онлайн-школу программирования для детей, подростков. В которой я работаю уже, вот, сколько уже, девятый месяц работаю. После же, в декабре 2021 года, не боюсь, 20-го, 2022 года, я получил работу в онлайн, онлайн, в диджи... Господи, я уже просто иду под горку, извиняюсь. Получил работу в веб-студии российской, iOne. После, мы с ними по сей день работаем. После февраля 2023 года я получил работу в Melan Team, это украинская веб-студия. И еще там запустил вот недавно свою академию, ну, не для детей, для в основном взрослых ребят. Хотя, каких-то уникумов, подростков тоже берем. Вот так, и по сей день продолжаю двигаться. Я и бэкэнд изучаю, и разработку приложений, и все. Что я считаю, разработчик должен быть комплексным. И делайте, ребят. Главное делать, потому что никто не знает, когда стартует, что все получится, как и я не знал. Но, тем не менее, когда я написал свою первую строчку хода, я написал, и дальше понеслось по наклонной. Всем пока.